здарова братва меня зовут санек вы на канале поршень покинул чат на этом канале мы постараемся рассказать про самые известные нам машины это будет честно насколько возможно правдиво что еще добавить нет не надо ничего добавлять лучше начинать сегодня наши первые видео мы расскажем вам про opel astra g как gta ну что ребят вы готовы поехали и и и так мы сразу вам расскажем про мотор про самое сердце этого надежного корч автомобиля корч я сказал в хорошем смысле чтобы вы там не обижались потому что можно сказать про машину который больше 19 лет эта машина надежно по-своему по-своему неприхотлива и что самое главное она стоит копейки ее можно не бояться поломать потому что все что будет сломано можно исправить благодаря изоленте и не таким вот рукам и так знакомьтесь прошу любить и жаловать это двигатель 16 16 клапан и четырех цилиндровый мотор бензин и представьте себе здесь 101 лошадиная сила 101 лошадиная сила карл это почти что гоночный болит в бюджетные версии разумеется из минусов это расход расход составляет по городу где-то 9 10 литров ну и примерно столько же масла как газонокосилка ну ребята я конечно пошутил насчет расхода масла он не такой катастрофический здесь один литр на 10 тысяч километров если я не ошибаюсь я не ошибаюсь вот в общем сердечко здесь довольно таки простое практично и она не будет вам выносить мозг а вот мы уже закрыли потому что про мотор уже особо то и нечего говорить а я вам сейчас расскажу про независимую подвеску вы спросите почему она независимая да потому что она ни от чего не зависит живет своей жизнью на самом деле ребят ходовая здесь не настолько плохая как вы привыкли думать вам будет абсолютно пофиг тебе вообще по херу вот это вот вся шняга потому что она стоит копейки чет для меня вот это вот ходовая ну конечно шутка я так кривлялся потому что хочется привнести немножко юмора как вы поняли а вот это вот шняга которую я гремел извинил это просто конкретно здесь поломалась пружинка вы не переживайте ребята мы это все исправим кузов на любителя я скажу так кузов весь дизайн конечно на любителя по сути неплохой но конечно не лишен таких проблем таких типичных проблем опеля как допустим задние арки пороги вот эту вот штучку можно нахера мы тогда показываем пороги здесь нормальная но это конкретно в этом автомобиле все зависит от эксплуатации бля какое-то конченое слово эксплуатация неправильно сказал все зависит от хозяина но вообще ребята при покупке такого корч автомобиля хорошем смысле корч автомобиля стоит обращать внимание на пороге днище естественно ну и собственно говоря на эти арки потому что они не лишены проблем с ржавчиной а сейчас добавим немного лакшери в наш выпуск обратите внимание на кожу это натуральная кожа который 19 лет в принципе по ее состоянию она неплохо сохранилась потому что я видал гораздо более плачевное состояние в общем кожа здесь довольно таки добротную именно этому автомобилю повезло потому что как раз эти сиденья этот салон и есть изюминка как я сказал этим сиденьем уже как из собственно говоря всей машине 19 лет и вот вот такое состояние в принципе неплохо учитывая то что вот этот кусочек конкретно этот кусочек был всего лишь навсего подкрашен ничего не перешивалась ничего не ремонтировалась только легкая подкраска которая не затратно ее может сделать каждый там в течение пяти минут и сиденье выглядят как новое 19 лет назад технологии позволили в в эту невзрачную машинку добавить такие удобства как климат-контроль вот он кстати слышите как прям как вала санта клаус и что меня удивило все эти шняги и плюшки работают здесь находится у нас круиз-контроль я правда не знаю как он включается как он переключается и судя по всему это все должно происходить на ходу поэтому я вам сейчас не покажу но поверьте на слово он есть и он работает 19 лет ребята прошло он работает еще что меня удивило так это электрические управляемые зеркала которые наверняка подогреваются зимой до подогреваются электропакеты которые откроют задний ряд окон передний и все работает то есть с момента покупки этого автомобиля ничего не менялась ничего не ремонтировалась есть еще такая интересная особенность которую до сих пор еще нигде не видел кроме как здесь здесь есть такой переключатель режима то есть здесь есть диод красного цвета который который не позволит допустим детям нас задних сиденьях открыть окна то есть в таком положении они не откроются и можно переключить видите здесь зеленый диод загорелся теперь и задние пассажиры тоже могут открывать себе окна если им конечно это надо если им вдруг видеть или не нравится как работает вполне хороший и мощный климат-контроль также в этой машине есть подогрев пердака он пятиуровневый довольно неплохо работает что удивительно он работает есть подогрев на водительское сидение есть подогрев на пассажирское сидение то есть ваши пердаки в лютые морозы не замерзнут но не все так сказочно и гладко конечно же эта машина не лишена проблем и самая большая на мой взгляд проблема вот эти вот кнопки блять как их можно было вот так вот испортить это что надо было их выколупывать специально ключами я не понимаю блять пиздец блять это надо было зубами грызть я не знаю медведь должен был своими когтями это все колупать блять как так можно было угадонить блять машину я не могу понять блять а вообще вообще пишите в комментариях может кто знает почему они на самом деле такие ломки или блин я не знаю так или резина такая плохая или что ну хрен его пойми знать и честно сказать я не знаю вроде бы эксплуатировалась машина нормально но но видите проблемы не обошли ее стороной братан вставай братан может показаться что багажник здесь не особо большой но как вы видите на данный момент я здесь живу багажника из прям хорош ребята в общем в завершении нашего первого выпуска мне бы хотелось сказать что по нашему мнению мнению владельца автомобиля это довольно надежный автомобиль он тебя отвезет в пункт а из пункта б и не сломается где-нибудь по дороге если ты конечно во время меняешь масло ремни это все стоит копейки и не нужно особых навыков чтобы это сделать самому короче ребята в следующем следующем выпуске следующем нашему видосики который я надеюсь благодаря вашим лайкам подпискам выйдет вы кстати не забывайте там вот эти все дела короче типа колокольчики нажимать лайки подписывать вот в следующем видосе мы покажем на что способен этот корч мы будем на нем наяривать